так братцы стройка стройкой это очень полезное дело и впереди нас ждет много много новые работы на сентябре я думаю что будем начинать гараж уже и уже начали собственно убрали опалубку убрали траву короче готовимся сейчас распределим это сосед соседский гараж который мне привезли как бут и мы сейчас этот бут раскидаем здесь по фундаменту а потом отсыпем это еще глины и сделаем плиту но не суть сегодня в общем у меня задача простая мы семьей в кое-то веке решили выехать покататься на сабах поби и сплавится погода конечно такая веселенькая сама по себе но хочется в общем катануть не зря же мы купили новые сабы и тем более семьями давно просила горит поехали уже кататься так все я приготовил 4 саба здесь лежит с пасеки почти на всех но никто одевать правда не хочет но я одену так как мне всех спасать если что мы же не можем просто на сплав поехать как нормальные люди когда тепло когда всем хорошо смотри куда мы едем шортики купальники а тут впереди в зоне где мы сегодня будет сплавляться вот началось вот такое вот чудо но думаю будет интересно все вы забрали все мы переложились в другой автомобиль ну что команды готовы нет команда готовы нам до пол реки идти тут мелко о хоть какой тут меня капитаном называют но все увидимся сейчас несете чтоб плавник был у вас выше вот до сюда хотя бы дойдите плавники дотащите аккуратно все пока дочь давай садись скорей вот моя команда до чунь догоняй ну как сын самое удобное на самом деле это уже это уже проверенная часть садитесь просто вот так как нравится вот и кайфуете если хотите получить удовольствие то можно по каякерски а сына вон на коленках молодец прет парень ну и сразу друзья пользуясь случаем сразу же скажу что потом уже больше не говорить для тех кто смотрит на телевизоре вот здесь 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 где-нибудь здесь я оставлю вам qr-код наводите телефон и вам ссылочка на наши с сыном новые сабики приходит а для тех кто смотрит это на компьютере или на телефоне нажимайте в ниже и увидите как раз ссылку на сабики увидите ссылку да все ссылки увидите и на дзен наш канал кстати советую вам подписаться потому что на дзене сегодня происходит у нас куча викторин всяких розыгрышей и классных всяких разных штук вот советую и выпуски там интересные там нарезки короткие самые такие ценные вещи без рекламы вам понравится поэтому подписывайтесь ну и все наверное идем на сплав сегодня я полетаю сегодня покажу вам гавань покажу отбойные столбы которые вы никогда не видели ну это бетонные старинные сооружения которые были построены еще очень очень давно покажу вам бикатунский острог ну как покажу с воды расскажу его где он был и как он работал проведете с нами сегодня замечательный день и вечер вот так а ты чего ногу не пристегнул давай так спасик у тебя все одет хорошо загадывай желание между двумя хайперами хорошего отдыха хорошего отдыха дочь а стой а не хочешь попробовать а только драй бэк сначала драй бэк короче сегодня первый раз дал в хайпер я так называю мне так удобно в него 13 очков хотя но у меня двухслойник он может брать до 15 вообще смело вот а вот это однослойники он такой крепкий сразу стал такой прям как бетон дочь ну покажи профессионализм вот мы на самом деле вот так умеем и так мы часто катаемся но про сегодня у нас такое расслабонческое мероприятие поэтому мы будем просто спокойненько сына тоже может стоя сын покажи как ты умеешь что я включу музычку тут где ветер задувает будет музычка у меня молодцы дети вы молодцы он евгений раз блогер начинающий и Продолжение следует... Продолжение следует... Суть какая? Мы приехали на дачу к родителям, пересели в их автомобиль, тесь нас довез до места выгрузки, теперь мы отсюда сплавимся до их дачи, сядем в свою машину и уедем домой. Вот такая вот история. Это вдруг кому интересно было. Кстати, такой маршрут самый простой, элементарный. Кстати, братцы, я уже забываю, какой видос вам сказать о том, что медок-то пошел, мед-то есть, жарковский-мед.рф, вкуснейший свежий медок, он сейчас уже в наличии. Вот майский есть, разнотравие, не знаю, когда видос выйдет, разнотравие, короче, пойдет где-то в конце июля-начале августа, дягиль тоже. И потом в конце все это дело мы увенчаем василечком, нашим василечком, таежным васильком. Поэтому периодически заныривайте на сайт, смотрите, что в наличии, чего нет. Мне надо отгребать, тут уже берег. Вот сюда, вот здесь, вот тут, вот тут будет написан сайт, заходите, там жарковский-мед.рф. Это наш мед, это мы сами качаем на наших пасеках. Так, я за семьей погнал. У меня вот семья уже унеслась куда. Сейчас вам покажу, как грибу. Громыхает гром. Прелесть. Мы сегодня должны были встретиться с одной командой, бийской. Но они, в общем, напугались погоды. В том году, если вы посмотрите последний видос, мы чалились вот на этот пляж. И тут лежал большой корень, к которому мы привязывались. Вот в этом году было наводнение, его снесло водой. Вот, это был наш последний финальный день. Тут был такой ветер ночью, что мы боялись, что наш плод оторвет и разобьет об буйки гавани. Короче, я переполнен эмоциями, потому что мне очень нравится сплавляться. Это моя слабость. Решили обойти тучку, потому что она прямо на нас чешет. Вырвались из этой гадости. Последний раз трансляция была вон там, за островом, друзья. Потом начался ливень, ветер, и мы решили вырваться из этого дела. Конечно, до конца не ушли, но сейчас закончатся буйки, поэтому я притормозил гром. Это раньше был лесосплав. В районе Телецкого озера были лесоповалы. Оттуда просто бревна сплавляли по реке. И вот это место, это Бийская гавань. То есть здесь они прибивались, причаливались, тут их выдергивали на берег и уже развозили по деревообрабатывающим компаниям. От этого всего истории остались буйки. Кстати, родительский дом, который мы построили, был сделан именно из причальных брусьев. По-моему, они из лиственницы. Дайте мне, пожалуйста, полотенце, я хотя бы протрусь. Это просто капец. В общем, друзья, нас к этому не готовили совершенно. Дошли до моста, то есть прошли мы 4 километра, примерно часа полтора. Народ все-таки говорит, пойдем дальше, хотя я не понимаю зачем. А еще момент, я выпал с плота сейчас, когда мы с Элиной очень активно гребли, я пристегнул ее к себе. Гребем, гребем. Снимать было, конечно, некогда, потому что дождь, ветер и настроение такое временно было нехорошее. А я еще с алкоголем завязал, поэтому у меня она вообще не веселая. Выпал, повис вот так, успел схватиться за лодку и не перевернул ее. Залез, все, пошли дальше. Сын, ты точно хочешь идти дальше или может быть нас заберет машинка? Пойдем дальше еще. Дальше пойдем? Ну попробуем, ладно. Надо сказать, что пучки нас догоняют. Опять капает. Давайте в качестве некоторого стрима немножко о стройке. Впереди нас что ждет? Кухня. У нас сауна. Сауна, кстати, будет прямо вот в ближайшее время, как только мы зайдем в дом. Почему в дом? Потому что сейчас у нас пока есть работы уличные. Это гараж, это хозпостройки и так далее. После чего мы заходим с вами в дом, и я начинаю работы по сауне, по душевой, бильярдной. Наконец-то сделаю тот самый пьедестал, о котором я говорил про своего деда. Вы видели дедушкин мундир. Также у него есть гармонь, с которой он вернулся с войны, и она тоже у меня хранится. И все это я хотел бы разместить в одном таком музейном стиле. Поэтому это тоже впереди. Также я хотел бы генеалогическое древо своей жарковской династии, своей семьи, сделать в том же самом ключе и в том же самом месте. Ну и потолки. Потолки начнутся. Сначала в сауне, потом мы натяжку будем с вами изучать, постигать азы. Ну и, наверное, это основные работы. То есть моя задача закончить с домом полностью и уже переключаться на уличные постройки. Я очень хочу начать работы по уличному бассейну, который у нас будет во второй хозпостройке. То есть уличный бассейн со всеми системами автоподогревания и так далее, он будет построен самодельно. Я сам постараюсь сделать солнечный коллектор. Вы знаете, что люблю такие всякие изобретения. Сам попытаюсь сделать теплообменник. Короче, будет интересно, но это уже, наверное, следующий год. А также мне очень понравились все эти варианты подсветок. Поэтому будут шкафы-купе. И там я хочу интегрировать тоже умные подсветки. Расскажу вам, вам понравится, друзья. Это, ну, просто классные вещи. Наверное, это основной наш план на ближайший период. Не знаю, слышно ли было хоть что-то, что я говорил, но я старался говорить это громко. У нас сегодня, как вы поняли, стрим на сабах. Пока я сам вопросы придумываю. Но если интересно, мы сделаем еще такой стрим дома. Теперь интернет хороший, бодрый, поэтому можно сделать и за компьютером. Но мне писали, рассказывай лучше сам, о чем думаешь. И, в общем, этим я сейчас и занимаюсь. Прокатимся еще немножко и еще расскажу. Наконец-то ветер утих, и я просто счастливый человек. Хотя впереди что-то нехорошее. Не знаю, придет это к нам или уйдет это от нас. Но даже если уйдет, то придет новое. Все, подходим к городу. Ну, он, то есть, он с той стороны. Это Заречья. Это другая сторона. А он вот за этим островом, город начинается. Ну, конечно, хайперы вообще рулятся просто шикарно. Вот эти за счет трех плавников, друзья, это, ну, это вещь. Я ходил на разных сапах и однолопастных. Хотя, знаете, трехлопастные говорят плохое. Говорят, что типа якобы на трех лопастях очень большое сопротивление с поверхностью, с водой. Якобы он скользит хуже. Но это злые языки на самом деле. Мне очень понравилось. То есть, в всяком случае, бывает, гребешь в одну сторону очень долгое время. Ну, все зависит, конечно, от струи, от направления. И он идет ровненько, прям кильватер. Все, вон Успенская церковь. Кстати, друзья, кому интересно, про биск, тамичи или новосибирцы, блогеры, сняли классный видос про наш город. Это Бекатунский острог был. Его несколько раз джунгары сжигали. Ну, не хомяки, а имеются в виду эти, татаро-монголы. Это была крепость, которая защищала от набега монголо-татар, то есть, монголов на нас. Кто знает, Алтай граничит с Казахстаном, с Монголией. По Белухе мы граничим с Китаем. Ну, а по левой стороне у нас Хакасия, республика Тыва. И если говорить про регионы, то Горный Алтай и Кузбасс. Это вот наша граница. Новосибирская область тоже с нами граничит. То есть, мы вот такие прям ребята со всех сторон. Со всех сторон граничим с кем-то. Так, далее, для тех, кому интересно, вот на вот этих берегах до сих пор ежегодно, после половодья, когда шуга на нерест идет, здесь можно найти всякие медные штуки, которые использовали наши предки в 1700-х годах. Вот посмотрите вот на это чудо, да? Ради вот таких мероприятий, ну, это просто необходимо приобрести в свое владение, если у вас есть, конечно, река или озеро. Вот такие вот штукенции. Детям очень нравится. Они сделали катамаран и сплавляются. Ну, а я подошел к какому-то острову и вдоль него потихонечку иду. Иду, кайфую, смотрю на город, из которого мы уехали. И, собственно, ни капельки не жалею. Но, знаете, о чем подумал, комары? Я бы, наверное, сегодня строил дом где-нибудь на воде. У воды, у воды. Не депаркадер какой-нибудь или хаусбот. Я бы строил у воды где-нибудь у большой реки. Потому что все-таки люблю я воду. Так, ладно, надо отходить от берега. Здесь комаров, что-то куча начала прилетать ко мне. И мель. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok